Есть такая профессия – бездомных животных защищать. Государственных муниципальных приютов не так много в городе, и часто они держатся благодаря помощи этих людей – волонтеров. В приют поступают собаки по социальному отлову. У всех из них разные судьбы, характеры и жизни. Волонтеры стараются найти подход каждому подопечному. Порой это не так быстро, не так просто, а иногда и травмоопасно. Но волонтеры не сдаются. У многих наших гостей складывается мнение, что мы, волонтеры, работаем здесь за деньги. Но по факту это не так. Мы все обычные люди, у которых есть своя полноценная работа, и приезжаем абсолютно бесплатно в свое свободное время, кто как может, просто получить удовольствие и дать чуточку радости собакам. Обеспечение государственных приютов не всегда качественное. Поэтому волонтерам часто приходится на свои средства закупать консервы или корм. Спасают, что приют посещают неравнодушные гости и привозят что-то с собой. Я стал волонтером примерно год назад. Кто-то выбирает детей, кто-то стариков. А мне нравится волонтерить с животными. Мне кажется, самая незащищенная группа – это животные. Почему стоит начать волонтерить именно с животными? Потому что прогулки в лесу, они тебя успокаивают. Ты общаешься с животными, ты помогаешь им социализироваться. А самое лучшее, когда они уезжают в семью и становятся домашними. Сообщество волонтеров – это люди абсолютно разного возраста, профессий и взглядов на жизнь. Но всех их объединяет одно – помощь и любовь к животным. Они сами организовывают различные мероприятия, фотосессии, визиты к врачам, поездки на выставки, чтобы собаки скорее обрели свой дом. Волонтерская деятельность – это непросто. Она полна как печальными событиями. Отпускать друга из-за старости или болезни – это сложно и грустно. Так и хорошими событиями. Найти подопечному новый дом и любящих хозяев. Поверьте, это того стоит. Лекс, сидеть, дай лапу. Молодец!